Слава Украине! Друзья, это культур фрага. Меня зовут Юрий Бесарап. Знаете, давно уже есть такая очень интересная книжка. Называется Catch 22. Давайте мы ее тут запишем. Упс. Окей. Назву цієї роботи. Вчора, до речі, я виграв одне пари, що автором цієї книги не є Вонегуд Курт. Курт Вонегуд. Написав її Джозеф. Спочатку напишем. Catch. Catch 22. Может быть без дефису. И автор Джозеф Хелле. Это американский письменник. Чому я вам про эту книгу рассказываю? Тут есть один такой интересный эпизод, сейчас я вам его расскажу. Уявить собі, події в цей книжі висвітлюють Другую світову війну. Это 1941-1943, десь в эти годы. Все это происходит на авиабазе, американской авиабазе, которая находится в Середземном море. И вот одному генералу, час от часу, кто-то телефонует и говорит Т. С. Элиот. И кладет трубку. Ну, вы чудово понимаете, что в те годы ни в кого не было мобильных телефонов взагалі, а телефон генеральский, мабуть, далеко не все мали, мабуть, только генерали. Уявляем еще раз такую ситуацию. Ему звонят, он поднимает трубку и говорит Т. С. Элиот. И кладут трубку. Короче, его это дистало. Вин почав ставить завдання своему адъютанту, помещнику, а это как раз его дочь человек, которого он страшно не любил. И он начал его дистать. Что это такое? Т. С. Элиот. Он говорит, что надо звонить этим сигналчикам в БЧ-7, которые установят пароль. Может, это как раз новая пароль. С. Элиот. Он говорит, что такого пароль не имеет. Потом позднее говорит, что надо связаться с одной очень разумной человеком, она, конечно, очень разумной человеком. И он также, возможно, нам что-то подкаже. Он вышел на связок с этой разумной человеком. Вот прозвище я не буду сейчас називать. И он, маячи доступ до списка всех військовослужбовцев, которые были на этой базе, переверил и сказал, что у нас такого нет. Т. С. Элиот. Такого нет. Кто же это такой? Т. С. Элиот. Давайте зробим паузу. Нажмите на Space. И подивите на те видео, на линк, на який я даю вам под этим видео. Подивите его. Там буквально на несколько минут вы увидите генерала. Приблизно уявить роль генерала, который получил такой звонок. Вы увидите этого адъютанта. И увидите, конечно, главного героя этой книги. Теперь я делаю небольшую пазу. Вы увидите, где. Я раху до трех. Раз, два, три. И теперь я свою историю расскажу с Элиотом. Взагал, я впервые почувствовал, скажем, про этого поета, и узнався из работа Валерия Куринского. Он мне сразу не зашел. Я не знаю, что... Это тяжело пояснить эти речи. Но в этот год, который уже закончился, мне настолько захотелось читать его работы, а у меня была всего-навсего вот такая небольшая книжечка. Видите, его сборка невеличкая, это очень маленькая, тоненькая, знаете, такая... Бедненькая, тут ладо что-то есть. Вот. Но я подсев на самих версиях Элиота. И получил вот такую десь толщину его книгу, в которой есть все версии и даже его драматические творения. Так вот, уже два месяца я приблизно скажу, ставлю собі таки в повітря, в эфир, ставлю запитание. Where is my Elliot? Where is my Elliot? А я замовил его на Амазоні. Причем на японском Амазоні я его замовил месяцев два тому. Сьогодні DHL мне вранці приносит вот такой почтовый пакет, видите, який большой. И я, соответственно, открываю его, да? Уявляйте, да? Открываю. И ставлю це запитание. Where is my Elliot? Where is my Elliot? Вот. Да. А дистаю звідти, дивіться. Ось цей пакет. Дивіться, что я дистаю. А так, может запутаться в мене провод. Микрофони. Хух. Ну, на жаль, це не Elliot. Але, на счастье, це дуже цікаві роботи. Це перший манга японського, який я буду читати. Ось одна. Це перший том найліпших серіалів манга. Я не знаю скільки там томів. От я вам просто показую палітурки перші. Це те, що я хочу почати. Уже почну, фактично, читати японську літературу. Ну, ось так. Так що запитання. Where is my Elliot? З Elliotом буде продовжуватися. Цю книгу, до речі, я замовив теж сьогодні. Вона є в Україні. Це Catch 22. Це було досить легко замовити. Щось погано видно. І я сподіваюсь, що за деякий час, можливо, ми ще поговоримо про цю книгу більше. І також обов'язково про повне зібрання Elliot, який, я сподіваюсь, з часом прийде. І в мене це запитання не буде стояти. Я не буду дзвонити в ефір і запитувати T.S. Elliot. Не буду нікому казати. На закінчення бажаю вам здоров'я. Всім успіхів. Оставте, якщо вам подобаються ці відео, звичайно лайки. Діліться ним з іншими. Не забувайте, будь ласка, що дорога на роботу може тривати 30 хвилин. Або може тривати перший концерт Бетховена, фортепіанний. Або концерт Тараса Компаніченка. Хай вам щастить, хай здохне Путін і кремлівські щури. На все добре.